По мнению педагогов, оптимальным долгосрочным вариантом подготовки учащихся к единому государственному экзамену является частичное включение контрольно-измерительных материалов выпускного экзамена в проверочные работы на протяжении всего школьного курса. Так, учащиеся постепенно знакомятся с требованиями и структурой экзаменационных материалов в тестовой форме, привыкают к формулировке заданий и типам тестов, рассказывает заместитель директора по воспитательной работе гимназии номер 3 Джамиля Газиева. Проводим онлайн-тестирование, самостоятельно готовится. И радует еще то, что выпускники не останавливаются на достигнутом. Они, наоборот, стремятся идти вперед, так как высокие баллы открывают для них возможность поступить в тот вуз и на тот факультет, который бы они желали. Тестовая форма заданий единого государственного экзамена обязывает преподавателей обучить выпускников оптимальной стратегии работы. Первое – это самоконтроль времени, поскольку важно иметь резерв времени для решения более сложных заданий. Второе – оценка объективной трудности заданий и, соответственно, разумный выбор этих заданий для первоочередного решения. По словам ученицы школы номер 10, на консультациях и индивидуальных занятиях педагоги в целях экономии времени на экзамене учат приемом быстрого и рационального счета и распределения отведенных часов для решения заданий, а также тщательному анализу распространенных ошибок, допускаемых в ходе выполнения единого государственного экзамена. В этом году нас активно готовят также к экзаменам по выбору. У нас уже пошла третья волна, мы готовимся к экзаменам. Почти каждый день в три часа приходим в школу, сдаем экзамены пробные. У нас учителя очень следят за нами, поддерживают нас, если у нас что-то не получается, объясняют. В классе мы более успешные ученики, которые сдают на 4 и на 5. Мы стараемся помогать ученикам, которые набирают не очень хорошие баллы. По мнению учителя русского языка и литературы 10-й школы Джанет Мурадовой, основной государственный экзамен как для учащихся, так и для педагогов является серьезным испытанием, потому что оценки экзаменов выпускников являются результатом работы педагогического коллектива школы. Опыт многих учителей при подготовке к экзамену показывает, что все учащиеся, имеющие при подготовке хорошие и отличные результаты по предмету, при проведении пробного тестирования легко набирают баллы намного выше установленного минимального порога, отмечает Мурадова. Кроме того, что посещают дополнительные занятия в школе, ходят к репетиторам. Думаю, что должно все получиться хорошо. На это очень надеемся. Работу психолог с ним вел, потому что это все-таки для детей стресс, поэтому у нас психолог вела работу, говорила о том, что вот этот страх, он им только помешает, что нужно как-то избавляться от этого страха и настроить себя только на положительные результаты. Мониторинг компетенций учащихся при завершении обучения проводится в виде внутреннего репетиционного тестирования, которое позволяет не просто выявить слабые стороны знаний школьников, но и на практике познакомить их с процедурой проведения единого государственного экзамена с бланками регистрации ответов и правилами их заполнения, при этом позволяя учащимся подготовиться психологически к процедуре тестирования.